Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и сегодня с вами я, ведущая, Елена Бунакова. Когда-то на Руси было так. Каждый день, утром и вечером, в празднике и вне печали, с раннего детства и до смертного часа русский человек слышал колокольный звон. Для всех людей, независимо от их положения и состояния, голос церкви, голос православия звучал одинаково. Наверное, потому колокольный звон и стал глубоко национальным явлением. В дни торжеств и бед народных пробуждался колокол на башне Вечевой. Тревожным набатом поднимал народ сплошной колокол, вестник беды. Торжественный светлый звон колоколов благовестил о великих церковных праздниках, звучал как глаз неба. И вся повседневная жизнь русского человека строилась под церковный перезвон. Об этих чудесных благовестниках рассказывает книга, которая находится сегодня на нашей книжной полке. Она называется «Колокола земли русской. Из глубины веков до наших дней». Об этой книге далее в нашей программе. Наверное, мало на русской земле таких людей, которые не хотели бы хоть раз в жизни подняться на колокольню и не устроить радостный трезвон. Вспомнить, к примеру, пасхальную седмицу. В эти дни от желающих позвонить в колокола отбоя нет. Так было всегда. А в прежние времена даже цари любили бывать на колокольне и стремились лить свой именной колокол. Всякий, кто слышал церковный звон, крестился, призывая на себя благодать Божию. Когда и как появились первые колокола? Какие существуют колокольные звоны и в чем их секрет? Что за профессия? Звонарь. Ответы на эти и другие вопросы, касающиеся колоколов, читатели найдут в настоящей книге. Так, например, открывает данное издание история появления первых колоколов и их распространения по всей Земле. По словам автора, на Руси колокола вошли в обиход более тысячи лет тому назад. К этому времени они уже прошли довольно длительный путь развития в странах Западной Европы. Стоит отметить, что наш народ всегда с недоверием относился к разным новшествам, а особенно если таковые касаются церкви или религии. Он с фантастическим упорством отстаивал свою старину и на всякое полезное нововведение вначале смотрел недоверчиво. Вернее всего, что и к первым колоколам он отнесся именно таким образом. И нужен был значительный промежуток времени для того, чтобы он примирился с мыслью о новом звоне. Но прошло время, и отношение русского люда к колоколам поменялось кардинально. Вот, например, известный исследователь православного звона рыбаков в своем труде «Церковный звон в России», опубликованном в Петербурге в 1896 году, отмечает. «Издавна известна любовь русских к колокольному звону». Благодаря этой любви церковный звон получил у нас совершенно особенное развитие, какого не встречаем ни в какой другой стране. Такого звона и таких колоколов, как в России, со всеми разнообразиями и величественностью, не знали другие христианские страны, в которых звон сравнительно с Россией вообще скромен и малоразвит. По словам автора этой книги, на нашей земле самые красивые и совершенные по архитектуре храмы и колокольни. И у нас же непревзойденные по мастерству звонари, постигшие все тонкости колокольного музыкального искусства. И это несмотря на то, что на Руси не было специальных школ, курсов обучения этому искусству. Вспомним опять же пасхальную неделю, то время года, когда любой прихожанин мог попробовать сам позвонить в любой из выбранных им колоколов и оценить свои способности. Об этом даже придумывали такие пословицы. «В светлую седмицу кто не звонарь?» Или «Не все пономари, а редко кто не званивал». Это стало любимым занятием в праздничные дни. Звонарь храма всегда находился рядом на колокольне. Приметив юношу, у которого получалось лучше других, он подсказывал и учил. Если в дальнейшем у юного дарования проявлялся талант и интерес, приглашал на колокольню помогать ему. Так начиналась школа первоначального обучения, а дальше все зависело уже от самого ученика. Следует отметить, что к звонарям всегда относились с большим уважением. И если замечали, что у нового звонаря получается звон лучше, то ему и передавали право звонить. При этом он мог быть звонарем-любителем, а в мирской жизни иметь другую профессию. Время показало, что это была очень правильная система отбора и обучения звонарному мастерству. А дальше шел процесс уже непрерывного самостоятельного обучения. Как сейчас говорят, повышение квалификации в течение всей последующей жизни. Но уж когда звонари-виртуозы овладели искусством колокольного звона в совершенстве, тогда они создавали такие мелодии и перезвоны, которые проникали в сердце, согревали душу нашим православным родичам. Они, в свою очередь, читали звон колоколов Божьим глазом. Через колокол укреплял русский народ священную связь с Творцом. Поэтому и создавали колокола в изобилии от мала до велика. Колокола плакали, стонали, молились о русской земле в годы лихолетий. Но не только тревожным голосом, но и плотью своей они участвовали в боях, когда при нехватке металла из колокольной бронзы отливали пушки. Испокон веков так повелось, что самым горьким наказанием для побежденного города и народа, означавшим потерю воли, было лишение колоколов. Между усобных войнах князья забирали друг у друга вечевые колокола. Государи, воюя как важный военный трофей, привозили иноземные пленные колокола. В 20-е годы уже нашего столетия это страшное лишение постигло всю русскую землю. Сколько колоколов погибло тогда, как их сбрасывали, созвонит, сегодня всем известно. А вот что об этом писал в своем дневнике Михаил Михайлович Пришвин. «Как по-разному умирали колокола. Я был свидетелем их гибели. Сбрасывались величайшие в мире колокола Годуновской эпохи. Было очень похоже на зрелище публичной казни. Пустые звонницы и разрушенные храмы осиротели, сукаризны взирали на суету целого поколения людей, не знавших Бога и поднебесного певца колокола. Поэтому неудивительно, что не только дети, но и их родители, дедушки и бабушки с интересом всматриваются и вслушиваются сегодня в благовестящие колокольни». По словам автора данной книги, колокола – это важнейший атрибут православной церкви и элемент русской народной культуры. В современной жизни, чрезмерно переполненной достижениями грохочущей цивилизации XXI века, с особым теплым чувством прислушиваешься к прекрасной и удивительной музыке. Колокольный звон и сейчас является для нас живым голосом наших предков, идущим из глубины веков. Русские колокола слушают православные в разных уголках мира, но только на Руси звучали и звучат самые звонкие, самые мелодичные и самые душевные колокола. Слушаешь их и не понимаешь, то ли с неба звон, то ли с земли. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok